В эти полчаса хотел бы вам рассказать о новинках, которые произошли с ВНДВ систем платформ в апдейте 2 и немножко заглянуть на апдейте 3. Вообще данная презентация сугубо техническая, секция называется deep drive, полное погружение и больше ориентирована на разработчиков, на тех, кто непосредственно пользуется продуктом, среду разработки для своих решений. Итак, тест на целевую аудиторию. Скажите, пожалуйста, кто знаком вообще с системной платформой, подняв руку? 50%. А кто знаком с 17 версией системной платформы, работал в ней, что-то делал? Процентов 10, наверное. Я буду делать некие отсылки к предыдущим версиям, но в целом моя презентация это продолжение презентации прошлогодней, введение в 17 версию в ОМА и визуализацию делал Андрей Иванов в своей презентации и остановился как раз на том, что мы ждем апдейта 2. Собственно, я продолжаю эту тематику и посмотрим, что появилось в апдейте 2. Здесь мы видим карту дорожную выпуска наших продуктов. Как видите, они выпускаются 2, бывает 3 раза в год. То есть дорабатываются прошлые версии, ну и обновляются текущие. То есть во втором квартале 2018 года у нас вышел апдейт 2. Апдейт 3 17 версии ждем в конце этого года, в начале следующего. То есть ориентировочно первый квартал 2019 года. Какие тренды, какое направление в своих улучшениях, в своих доработках использует вендор? Четыре основных тенденции. Это упрощение или эффективность разработки проекта. Меньше трудозатрат для инженеров. Это удобство пользователей и опыт их. То есть обратная связь присутствует. То есть ваши запросы не остаются без внимания. Мы их передаем вендору, они улучшают софт. Особенно это касается 17 версии, которая достаточно много нововведений внесла по сравнению с предыдущими. Поэтому здесь мы оперативно работаем. Мы как служба техподдержки в том числе. Далее расширенный доступ к данным. То есть это расширение доступа к данным. Это веб решение, облачные решения. Тоже такой явный тренд. Вы слышали много отсылок на предыдущих слайдах, на предыдущих презентациях. Поэтому здесь тоже не остается это без внимания. Я в своей презентации ряд этих моментов поясню. И соответственно требованиям IT и кибербезопасность. Тоже очень серьезный тренд. Многие нововведения именно связаны с тем, как минимизировать привилегии у администратора. То есть чтобы не требовалось вам и запуск среды разработки, и каких-то утилит служб именно с админскими правами. То есть IT-отдел становится все счастливее и счастливее. Дайвай меньше прав. Мы с вами рассмотрим как классический InTouch, потому что те функции, которые в нем заложены, используются в проектах InTouch for System Platform. Он по-прежнему существует и можно пользоваться клиентами визуализации. И Application Server и InTouch.my. То есть в едином разделе разберем нововведения. Здесь данные нововведения представлены в списке. Мы с ними познакомимся более детально в ходе презентации. Ну и отдельным сегментом выделил веб-клиенты. Конкретно поговорим о InTouch веб-клиенте и Access AnyWay. То есть способы доступа через удаленные наши ресурсы. То есть через веб-браузер или RDP-сессию. Ну и кратко о третьем апдете, что там планируется. Начнем с InTouch. Еще в первую очередь поговорим о функционале с точки зрения процесса разработки. Что улучшено в этом моменте. То есть как они подняли эффективность и добавили простоту использования. В первую очередь, как я говорил, это направленность на упрощение, то есть уменьшение прав пользователя, который должен разрабатывать проект. Мы здесь говорим о запуске среды разработки IDE без админских прав. То есть теперь создана специальная группа в операционной системе. Пользователь добавляется туда. Никаких административных прав для работы IDE и соответствующих компонентов не требуется. Далее это расширение списка функций редактора шестра символов. Здесь мы говорим о том, что часто используем мы функции классического InTouch. а перекочевали в библиотеку функций редактора шестра символов. То есть упрощение, нет необходимости теперь делать какие-то промежуточные теги для того, чтобы возводить флаги, чтобы выполняли скрипты в InTouch. Теперь это можно делать напрямую в орчестра символов. Потому что все проекты сейчас современные. Такой тренд на выполнение именно через орчестра символы, а не на растровой графике InTouch. И третье это уведомление над клиентов при закрытии WindowMaker. Над клиентой, над архитектурой, может быть, это знакомо. Это возможность разрабатывать проект и расшарить его через службу расшаренных папок на целевые клиенты, где они обновляют данные, то есть обновляют сведения о версии проекта, о тех функциях, которые были введены автоматически. Так вот, чтобы разработчик не забывал обновлять данные клиенты, введена опция. Классические функции InTouch. Здесь представлен орчестра редактор. Мы зашли в скрипт символа и видим новый раздел InTouch. Здесь порядка 33 функций, считал, где в основном функции связаны с безопасностью, с работой с файлами, по работе с файлами, с доступом и информацией о терминал-сервис клиентах или RDP клиентах и так далее. То есть здесь мы все эти функции раньше использовали в чистом InTouch, в скриптах InTouch, в Xscript. Сейчас можем использовать непосредственно в редакторе орчестра. Это мы реализуем как в InTouch в системе платформе проектах и в классических теговых проектах. Что касается выполнения проекта в рантайме. То есть в соответствии с IT-требованием или опять же уменьшения, аларм-дб-утилиты и аларм-дб-лоджер-менеджер, кто знаком, да, утилита по сохранению данных в SQL-сервер, db-purge-архив для удаления либо архивирования, восстановления и так далее. Все они теперь не требуют доступа через пользователя SQL. Можно настроить аутентификацию через Windows. Ну и надежность. Дополнительно такая опция добавлена, что при закрытии проекта InTouch, больше всего, конечно, это важно для удаленных сессий, удаленных клиентов. Система оповещает о том, что, например, операционная система выключается и происходит корректный релиз или освобождение лицензий удаленного доступа. До этого были нюансы, были запросы. Собственно, в НДВ реализовали это решение для того, чтобы удовлетворить клиентов. Несколько слайдов. Вот с, как я говорил, возможности авторизации аутентификации через интегрированного пользователя Windows. Windows authentication, то есть переходит к данному режиму. У нас user info. Раздел, как мы видим, выключается и становится неактуальным. Можно продолжать работать. То есть нет необходимости теперь использовать систему администратора SQL для работы этих утилит. Есть небольшая демонстрация с перечисленными ранее функциями. Еще раз показано AlarmDB-Lodger утилита. В остальных утилитах по очищению, по архивированию, по извлечению данных, все, что связано с Alarm, также произошло вот это изменение. Дальше небольшой пример по использованию функций, классических функций InTouch'а в Orchester-редакторе. Здесь мы видим пример использования функций Startup для запуска приложений. Мы видим новый редактор, кто не знаком с 17-й версией. Так выглядит теперь редактор скриптов. Более user-friendly, с автоподстановкой, с масштабированием текста. Во второй кнопке, вторая кнопка в принципе построена через Orchester-символ. В редакторе символа мы переходим в анимацию по отработке скрипта и используем ту же самую функцию Startup. Собственно, вызов библиотеки. По каждой функции можно получить справку, если кто не знаком с ними еще. Ну и дальше тестирование непосредственно в рантайме. Данные функции будут работать идентично, будут отображать вам в данном случае блокнот. Это может быть любое приложение. То есть как тренер в процессе обучения в наших курсах InTouch System Platter мы достаточно часто использовали какие-то промежуточные теги для реализации функций. Сейчас этого не требуется. Сейчас это интегрировано уже в Orchester-символы. Ну и последнее здесь продемонстрирован над уведомление. То есть вот здесь имеем в разделе Special теперь возможность просто в режиме runtime обновить проект для удаленных клиентов, тех, кто подключен к расшаренной папке с проектом, так и поставить, там вторая позиция была, галочку для того, чтобы при закрытии проекта windowmaker вы не забыли уведомить или обновить клиентов. Кто-нибудь использовал технологию на то в своих проектах? Нет? Нет рук. Идем дальше. Немножко заглянем в Update 3. В Update 3 нас ждут интеграция inside публикатора в Application Manager. Что это такое? Это возможность через Application Manager соединиться с облачным нашим сервисом Insight. Было о нем рассказано в предыдущих презентациях. И передавать туда его историю. Историю InTouch. Классическую историю InTouch, LGS и DX файлы, которые сохраняются. Ее можно перенаправить в облако. Дальше в Insight работать по анализу данных, по построению каких-то аналитических инструментов. Далее это улучшение в TrendPen компоненте. Данный компонент это легковесный тренд, позволяет показать тенденцию. Update 3 будет поддерживаться также и для классических файлов истории InTouch. Сейчас пока это только для Хисториан сервера с ним работает. Update 3 обещает поддержку LGS файлов. Ну и заливка области по трендам. Можно будет заливать либо градиентно, либо единым цветом данную область. Анимация Hyperlink тоже давно уже ждали. Дополнительная анимация в арчестра символе, где вы можете указать ссылку на внешний какой-то ресурс и вызвать его из проекта. Если у вас есть какая-то связь с порталами вашими, можно их вызывать, не используя какие-то дополнительные инструменты, контролы в веб-браузер и так далее, встраиваемые в InTouch через анимацию Hyperlink. Упрощение процесса конвертации. Множество окон в арчестра символы. Тоже стандартный функционал. Теперь массово можно окна у вас, ваши окна классического InTouch проекта переконвертировать в арчестра символы. Все, опять же, удобство перехода к современной графике, к векторной графике арчестра. Кто еще не использует ее. Ну и к вопросам кибербезопасности будет поддерживаться шифрование. Протокол TSL будет внедрен для нашего знакомого всем Ситлинка. То есть можно каналы теперь шифровать. Все апдейт-три продукты, они будут между собой по защищенному каналу общаться. Ну поддержка незащищенного Ситлинка также будет. Соответственно, если есть незащищенный компонент один, канал будет в целом незащищенный. Если вы реализуете все на апдейте-три, все на новых версиях, то общение будет уже по защищенному зашифрованному каналу. Приходим к аппликейшн-серверу и InTouchoMy. Кратко напомню, у нас в 18-й версии появился новый клиент визуализации InTouchoMy, Operations Management Interface. Лицензия стала называться Supervisor Client вместо классического InTouchoSystem Platform. То есть вы под ней можете использовать как один, так и другой клиент. Вы можете параллельно, можете независимо. В апдейте первом 17-й версии у нас появился легковесный HTML5-клиент, который использует для отображения данных библиотеку графических символов Orchester. Кто был в VDE или создавал менедж проекты, знает о существовании такой панели, где располагаются все наши Orchester-символы, вы можете выбрать любую папку под папку для, кстати, передачи ее на веб-клиент. Ну, о нем тоже рассказывал Дидье. Пока read-only, пока не содержит компонентов, такие как Trend Client и Alarm Client, но ждем обновления апдейте 3. Лицензия, одна лицензия включена в каждую из Supervisor или InTouchoMy вариантов. С апдейта первого стал доступен InTouchoSystem.inv. В принципе, он был доступен классическому InTouchoSystem Platform проекту. С апдейта второго теперь мы можем запускать через веб-браузер с поддержкой HTML5 и OMI-проект. На апдейте 2 это пока делается через ручную настройку. Кому интересно попробовать, можете запросить у службы техподдержки инструкцию. В апдейте 3 обещают это интегрировать полностью, как обычно. То есть у вас будет прописываться OMI-проект непосредственно в окне авторизации Connect. Еще раз хотел отметить важность использования орчестра графики. То есть она будет задействована повсеместно. Если кто пользуется стандартной еще растровой графикой InTouchoSystem, прошу рассмотреть вариант по обновлению. То есть единая среда для разработки и что бы ни был за проект, это классический InTouch, OMI, веб-клиенты, приложения, которые используются в OMI-проектах и даже говорят о поддержке решением InTouch Mesh Edition или сейчас новое название InTouch Edge, да также орчестра графики. Здесь краткий обзор того, что появилось в апдейте 2. Сейчас мы с вами еще посмотрим это более детально. Конечно, очень долгожданный превью-режим для много раз быстрой разработки проекта, чтобы можно было потестировать, видеть результат, а не приходилось выполнять диплой и ждать какое-то время. Пространство имен, дополнительное кастомное пользовательское Show Content API. То есть это тоже новая функция, позволяющая вам отображать информацию в любой панели, в любом лояути-макете, кто знаком с терминами OMI, прежде всего. Это значительное изменение в повышении удобства использования. Остальные функции мы с вами разберем в ходе дальнейших лайдов. Поподробнее немножко о режиме предпросмотра. То есть у нас теперь в InTouch My проекте в данном случае мы видим шаблон, редактор. Он абсолютно не похож на наш классический InTouch, то есть там подход совершенно другой. Опять же отсылочка на презентацию с прошлого форума. У нас появилась справа сверху в апдейте 2 возможность выполнить предпросмотр проекта перед тем, как вы его уже задеплоите и развернете на солевую машину. Кнопочка превью. Запускается рантайм режим. Собственно, вы проверяете, что у вас создано, как это работает. Из преимуществ неявных, которые мы получаем, собственно, это работает мгновенно, достаточно быстро работает, то есть нет необходимости процедуры деплоя. Редактор шаблона InTouch My проекта и среда проверки, предпросмотр могут существовать параллельно. И что самое яркое в этом, то что изменения, такие как профили экрана, макеты, орчестра символы, они подтягиваются без дополнительных процедур, они автоматически подтягиваются. То есть у вас может быть два экрана, здесь среда разработки, здесь среда предпросмотра. Вы что-то поменяли в орчестра символе, в макете, изменения подтянулись автоматически. Никаких действий не требуется. Тоже большим плюсом является разработка, возможность разработки на удаленной IDE без необходимости деплоя платформы. То есть вы можете иметь Galaxy Repository, базу проекта на одной машине на сервере, среду разработки IDE, как клиента на другой машине и запускать вот этот предпросмотр без необходимости деплоя на узе разработчика платформы. Ну и также поддержка нескольких экранов. То есть если у вас мультискрин приложение, многоэкранное приложение, вы можете и компоненты этого приложения, макеты, символы открывать в многоконном режиме. То есть каждый элемент за счет функционала check-in, check-out может быть развернут индивидуально. Вы можете открывать их параллельно и смотреть на то, как это происходит, как изменяется. Для каких-то серьезных изменений, например, изменений в навигации, в некоторых отдельных случаях будет требоваться обновление, изменение приложений, апсов. Требуется обновление вручную. Но их количество незначительно. Теперь поговорим о предопределенных и новом функционале пользовательских атрибутах проекта. Всем знаком классические, стандартные наши служебные теги InTouch, которые мы используем для работы с безопасностью, другими задачами. То есть у проекта InTouch.omai также есть свои предопределенные теги. Вот они, пять основных разделов. Теги для работы с временем, встроенной навигацией, безопасности и так далее. И обращаемся к этим тегам мы через ключевое слово myviewup и дальше, используя их, эти вот ссылочки внутри орчестра, символов или при настройке приложений в макетах. В апдейте 2 разработчик дал возможность создавать собственную библиотеку таких вот атрибутов. Для чего это сделано? Для того, чтобы вы могли обмениваться информацией между орчестра символами и уммайпроектом, а именно приложениями уммайпроекта. То есть раньше в предыдущих версиях как правило все приложения они были сами в себе. То есть те возможности конфигурации, которые есть, максимально могли использовать. Сейчас вы можете создавать свои интерфейсы, кнопки, менюшки из орчестра символов. Действия нажатия или выпадающий список или что-то еще будут отражаться на работе приложений, апсов внутри умайпроекта. Через как раз промежуточную вот эту вот базу, ну не тега, базу атрибутов. В данном случае показан пример, как мы соединяем alarm map namespace, то есть это пространство имен, где у нас есть перемены для работы с alarm, например, квитировать, все, квитировать, видимые элементы. И соединяем настройку, здесь вот скриншот показан, настройки alarm map приложения внутри макета. И там, и там мы можем подключить эти ссылки. Соответственно здесь мы нажимаем на кнопку, это орчестра символ, и у нас меняется контент внутри приложения. Подробнее немножко с скриншотами показан процесс создания этого пространства и мед. То есть это происходит в вкладочке graphic toolbox, там же, где мы создаем символы, профайлы, макеты и так далее. Так выглядит редактор атрибутов. Доступны все стандартные типы данных. Ну и таким вот образом, также через автоподстановку мы можем использовать их в своих скриптах внутри частой графики. то есть все приложения, все шаблоны у майпроектов видят эти данные. Так это выглядит в настройках макета, куда вложен, например, вот alarm map control. Также добавился функционал создания псевдонимов в модели навигации. Как вы знаете, в майпроектах навигация может строиться автоматически на основе той модели, которую вы задали в IDE вашей модели производственных объектов в ваших ассетах или экземплярах, инстансах. Соответственно, чаще всего это именование, как вот здесь, например, для соблюдения определенных требований. Это могут быть цифры, буквы, технических регламентов, какие-то индексы. И это неудобно, это не user-friendly, скажем так, для того, кто пользуется проектом, потому что, по сути дела, эти имена переносятся один к одному в навигацию. Так вот, в 2017 апдей 2 есть возможность создать псевдонимы для всех этих имен, которые могут включать в себя пробелы, всякие специальные символы, и навигация будет более читабельна, более удобна для пользователя. Режимы переключаются через дополнительное меню в контекстном. Дополнительный пункт в контекстном меню можно посмотреть, как выглядит с точки зрения именно имен тегов, так и псевдонимов. И функция showContent API тоже о ней упоминал. Возможность пользовательских настроек, где показать арчестер символ. В 17 и в 17 апдей 1 версии у нас возможность такая была, но она несколько урезана была. Мы могли воспользоваться классической нашей функцией showGraphic и показать символ в каком-то, скажем так, дефолтном панели нашего макета. Сейчас это переделано. Сейчас, если вы будете использовать функцию showGraphic, классическую функцию для отображения layout или макета, она будет в всплывающем окне появляться всегда. А для позиционирования четкого, чтобы можно было задать имя панели, может быть, тип контента определить, может быть, монитор определить, на котором должен появиться тот или иной макет или символ, вы будете использовать, можете использовать функцию showContent. Здесь показано пару примеров. Простой, который поместит символ в дефолтную панель и уже с более расширенной настройкой. Как я говорил ранее, с точки зрения киперсекьюрити, теперь нет необходимости пользователя, который открывает и дез, и до разработки делать админом системы. То есть создана отдельная группа в Windows, а config tools, собственно, там он должен располагаться, и достаточно только этих настройок. Сейчас у нас единственный пользователь, который должен админские права быть с ними, это так называемый орчестер пользователь, который вы определяете при инсталляции. для коммуникации нужен между узлами системы. И несколько таких ремарок относительно того, что появится update 3, информация из будущего, поэтому еще даже не переведена. То есть из таких самых интересных моментов, как я говорил, это опциональное шифрование через TSL, собираются также отключить или убрать необходимость админских прав у сетевого нашего орчестера пользователя. Значительное увеличение производительности Galaxy Repository, работы с ним, VDE, все должно быстрее открываться. Линковка лояутов, сейчас у нас есть линковка символов, будет поддержка линковки лояутов. Как я говорил ранее, полная интеграция с InTouch Access Anyware, то есть будет автоматически появляться приложение при попытке зайти, при попытке авторизоваться через веб. И из таких интересных моментов, наверное, что еще у нас автоматическое, ну или как бы упрощенный функционал по конвертации .NET контролов в VPF контролы, которые именно VPF контролы поддерживают с вами проектом. Сейчас у нас нет возможности напрямую вставить .NET контрол в UMI. Говорят, будет упрощение в этом моменте сделано. И веб-клиенты InTouch для application сервера, для InTouch. Несколько слов о том, какая между ними разница. Еще раз напомнить хотел. Значит, у нас сейчас есть InTouch Access Anyware. Это полноценный веб-доступ к проекту к любым его возможностям. Работает и основан он на RDS-сессии. То есть у вас должен быть развернут терминальный сервер или RDS-сервер. Там установлена утилита InTouch Access Anyware. Она будет ретранслировать в веб по сути дела проект. Соответственно, есть нюансы. То, что требуется отдельный сервер, требуется, допустим, те же самые лицензии на сессию и так далее. Но преимущество в том, что вы пользуетесь проектом как есть, без каких-либо ограничений в Рязани. И второй вариант вот тот самый InTouch Web Client, который просто отображает вашу базу, не базу, а ваши графические элементы. То есть это графические элементы, созданные в менеджер-проектах, в модерн-проектах InTouch классического и в проектах на системной платформе. Это там свой собственно веб-сервер. Инсталируется он во время инсталляции InTouch. На чистом HTML5 ваши символы в виде дашбордов или как у вас там устроено будут отображаться. Лицензия, одна лицензия, одно подключение входит в состав InTouch for system platform, сейчас supervisor client и классического InTouch. Также есть дополнительная лицензия на безлимитное количество подключений. То есть можно любых ваших пользователей подключить к системе и показывать им те данные, которые им нужны. С точки зрения что появилось нового в веб-клиенте, это у нас кнопка быстрого перехода в веб-клиент. Сейчас мы можем из среды разработки с window maker сразу переходить в веб-клиент для того, чтобы посмотреть, как что и получилось. возможность выбора home-символа, символа, с которого будет начинать. Знакомо, наверное, в InTouch есть возможность выбора home-символа, стартует проект с него, также будет и веб-клиент. С точки зрения удобства исполнения, то есть того, как мы это все видим в конечном счете в браузере, как я сказал, home-кнопка, новые анимации, новые элементы, то есть каждой новой версии количество их увеличивается, поддержка полного экрана, возможно, вывести на весь экран не будет никакой браузерной строки, URL ссылочки наверху и так далее, ну и ряд других улучшений с точки зрения производительности. Здесь небольшая демонстрация, как сейчас отработает InTouch веб-клиенте. То есть вот справа мы видим панель, где расположены все наши арчестра символы. Мы можем определить папку, которая будет сконвертирована для веб-клиента. Можем определить внутри этой папки какой-то символ, который будет обозначен как home, так как домашний. И сверху, рядом с кнопкой runtime, у нас появляется кнопка web client. можем перейти и посмотреть результат. Содержимое папки у нас слева в меню навигации отображается со всеми под папками и так далее. Все, как есть у вас в панели. И отображается домашний символ. Все данные текущие из InTouch проекта, если это InTouch классический на тегах и из InTouch for System плетерам проектов отображаются как есть. Дополнительно теперь поддерживается перенос имени или заголовка, название символа, собственно, кнопочка home, кнопочка с уведомлениями о том, например, что у вас там кончились лицензии или какие-то есть проблемы в конвертации, не все символы этого конкретного окна могут отображаться в HTML5. Интерфейс сделан как более дружелюбен для пользователя. С точки зрения лицензирования, напомню просто, что еще раз один клиент включен в любую лицензию InTouch.my, и дополнительно можно провести лицензию на безлимитное количество сессий. Пока на данный момент решение read-only. В апдейте 3 все больше и больше анимаций, все больше и больше возможностей на это решение большие надежды. Также будет поддерживаться полностью и алармы, и тренды в нем. Ну и InTouch Access Univore самая такое яркая это поддержка мульти-тач появилась в апдейте 2. То есть собственно проект сам InTouch OMI или просто OMI проект он поддерживает нативно этот функционал и сейчас вы через Access Univore также и можете пользоваться. Технологии одиного входа для того, чтобы могли встраивать этот проект в какие-то свои порталы. Аутентификация будет прокидываться. Ну и как я уже говорил улучшено освобождение лицензий при закрытии сессии. В апдейте 3 ждем, когда система сможет сама автоматически считывать и видеть проект OMI. Сейчас пока это нужно сделать через дополнительную инструкцию. ну и такой слайд уже был здесь мы видим все варианты для веб-визуализации. Доступ через доступ к InTouch Mesh на эдишн проекта. То есть это какие-то отдельные установки низовое решение. Доступ к InTouch классическому на тегах кто использует. Можем использовать как Access Univore так и InTouch веб-клиент со своими преимуществами или особенностями. Ну и InTouch My проект. Также через Access Univore через веб-клиент мы можем обращаться. Каждый из вас может попробовать этот функционал. Avev запустила демо. Внизу вы видите ссылку по которой можете перейти и посмотреть как работу InTouch веб-клиентов Access Univore для Umai для классического тегового InTouch и работу с InTouch Mesh Edition. На этом у меня все. Такой достаточно быстрый обзор технический. Если есть какие-то вопросы готов ответить. Пожалуйста. Здравствуйте. В InTouch в классическом InTouch проброска Quick Function будет в орчестер графику? То, что мы в самом классическом InTouch напишем допустим Quick Function и чтобы мы не плодили его в разных кнопочках которые мы делаем просто пробросить одну функцию. Пока такого функционала не объявлялось. Ничего не могу сказать. Пока внешние функции реализуются через импортирование DLA-библиотек через функционалы IDE. И второй вопрос. Веб-клиент Redondly это временно? Да, да. DDA говорил и мы видим это, что, ну, видимо, не апдейте 3, но в следующем году будет добавляться редрайт. На него много ресурсов действительно развивается продукт. Рекомендую попробовать. Еще вопросы? Сейчас подойдут вам. всегда готов, если что, показать на виртуальной машине поподробнее что-то рассказать о отдельной функции. Уточнить хотел явно, там было прописано, что InTouch Access Anywhere поддерживает подход OMI или нет все-таки? InTouch Access Anywhere поддерживает OMI-проекты. И так же все это получается через RDS-сессию? Да, да, да. Точно так же. На нашем стенде в общем зале вы можете посмотреть, как это работает. Там есть интернет, можно обратиться к Access Anywhere, который в облаке, демонстрационный проект и пощупать, как это работает. Еще какие-то вопросы? Спасибо за внимание, коллеги. Если что, подходите, обращайтесь, покажу, расскажу подробнее.